всем привет ну думаю не буду снимать хоть какое-то время что да как-то зачастила ну получается что просто невозможно ну как можно скрыть такую красоту у чего я решила снимать потому что вот дендробиум это я красотку покажу конечно королеву ну жалко что пропускаю большие такие цветы огромные грозди посмотрите как и какая красота так красиво цвело очень быстро цветают они но есть конечно бутоны покажу еще и вот мне кстати дали пару лет назад одна из наших членов клуба она решила что хочет поделиться со мной но видите оказывается еще есть немножечко такая другая форма это дендробиум масчатум не сказала и она меня всегда спрашивала что расцвел ну что расцвел когда нет еще не расцвел ну и вот он расцвел я наконец-то увидела немножечко они такие другие другие конечно ну маленькое растение еще она мне так отдала парочку псевдобульб ну а это у меня конечно монстр уже очень много лет очень мне нравится его цветы ну они к сожалению не знаю дня три наверно цветут и все такая маху волосатенькая губа какая-то но красивые цветы конечно огромные и вот я продолжаю видео смотрите еще два цветоноса открылись они цветочки сначала не такие большие а потом они увеличиваются в размере огромные и кстати ошибочка вышла этот вот вот этот вот это дендробиум кучелум ну и как и обещала возвращаемся к королеве полностью открылись уже такие цветы увеличились в размере огромные стали просто ну и как вы видите конечно кустище у меня разросся и я даже не знаю что я буду делать мне кажется нужно это дело как-то как-то пересадить или что я даже не знаю что мне с этим делать попросила мужа сейчас он мне помог поставить ее на пьедестал потому что тяжелая ну и чтобы так вот ее заснять со всех сторон огромные солнышко начинает светить красота очень давно у меня это растение и я кстати надрезала псевдобульбу пока раз показываю растение внутри я надрезала и там вот смотрю молодые ростики растут ну вот вы видите середина вся пустая поэтому наверное придется мне все таки это дело как-то распотрошить и посмотреть что происходит мне страшно я даже не знаю с чего начать ну ладно будем любоваться ну вот где такого монстра поставить конечно красиво муж мне говорит боже какая красота ярина вот куда ее поставить чтобы полностью можно было любоваться разве что здесь здесь солнце сейчас солнышко встанет и эти все листья обгорят ну как же это красиво когда огромный такой вот куст здорово обходим обходим и не со всех сторон такие просто нереальные цветы королева действительно королева ну что еще как вы видите ванда кристалта продолжает цветение что из новенького я вам не показывала это вот форбезе альбовая форма недавно мне целого обыкновенная форма цветочки отцвели и еще она выпустила два цветоноса ну вот альбовая форма котлея форбезе тоже такая там с рисунком вся губа ну цветы такого цвета вот точно передает камера супер и у лопфи продолжает наращивать свой цветонос маленькие так что у нас камера никак не хочет настраиваться маленькие цветочки но такой длинный хороший цветонос еще и с ответвлением природная орхидея это новое мое облачко то что вы видели ну и из новенького что вот уже почти почти открылись цветочки это аэральдис мультифлора когда открываются цветочки они какие-то непонятные и вот спустя пару дней они набирают полностью такой вот окраску эти пятнышки и вот такие вот голубки или жароптицы да наверное быстрее красиво всего два цветоноса было три вот как вы видите вот это вот основное растение я когда-то давно покупала мне выдала детку и это детка процела на два цветоноса ну материнского растения было тоже был цветонос но не знаю засушила она его почему вроде бы как в одних условиях ну мне кажется что он рос в горшке и мне кажется что корни немножечко страдали было немножко влажновато ну в общем я его как вы уже поняли в этом процессе я его просто достала из горшка и пересадила в такой сетчатый горшочек просто коры добавила аккуратненько аккуратненько перевалила потому что мне кажется было слишком влажно ну что еще вот здесь вот колокольчики так странно они закрываются на ночь кстати дендробиум сулкатум я как не выхожу утром всегда цветы закрыты видите уже эти два бутон два цветоноса они отцвели и цветочки открываются в течение дня они как-то прикрываются на ночь и открываются днем более но они не полностью такие открытые ну в общем вот такие вот красивые колокольчики тут кстати вот смотрите отвалилась одна такая вот кусочек псевдобульбы я ее воткнула и смотрю она начала расти поэтому когда условия полностью так вот способствует и тепло и влажность орхидея очень быстро принимается растет и цветет ну всем нужно конечно свое свои условия ну а весной все растет все цветет я сидела сегодня пила кофе и понимаю что у меня в коллекции наверное ну практически все есть есть конечно пару орхидеи которые бы мне хотелось увидеть в живую но я могу сказать что у меня конечно коллекция переполненная очень много всего есть и всегда что-то цветет что-то новенькое ну это ведь здорово когда ты можешь смотреть и радоваться такому изобилию цветения кстати колокольчики оцветают постепенно цветочки уже такие блеклые они вот кремовой формы все-таки белые цветы они красивые ну и когда вот видите оцветают они уже кремовые они уже не такие красивые поэтому вроде бы как и светлые но совершенно по-разному смотрятся ну а что здесь у меня на моем цветущем столике мои осьминожки цветут и цветут как вы видите долго будут цвести ну вот из новенького что у меня распустилась такая закрученная да губа очень тяжело ее рассмотреть это дендробиум василий австралийский дендробиум у меня рос на блоке ну и я решила что что-то ему не так и пересадила в горшочек кора и мох и все ему очень сильно понравилось два цветоноса не знаю как долго будет цвести ну вот он распустился тоже уже наверное дня три назад и вот цветет ну обычно когда цветоносы быстро нарастают открываются они быстро отцветают класс очень интересные ну это мой башмачок который единственный у меня цветет и радует меня не знаю я что я с ним делаю так а с другими я делаю не так ну вот он цветет всегда и наращивает мне розетки новые и я его пересаживаю он не реагирует никак ну в общем я решила что ну хоть один пока я могу зацвести там даже еще и наращивает наращивает мне новые ростики ну здорово это кстати вот такое вот название ну гибрид 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 гибридович ну все равно здорово я очень рада что я хоть один башмачок ну цветет в моей коллекции а лукасиана понемножечку отцветает уже уже не такие яркие цветочки здесь я пересадила мой дендробиум новый который я купила на тех выходных на прошлых энциклия я пересадила и смотрю что энциклия брактес брактесенс пересадила тоже более такой вот горшочек тоже коромок и смотрю здесь новые ростики растут и все прекрасно ну здорово шалашисты еще продолжает цветение что здесь бульбофилум кстати давно я не показывала бульбошей ну потому что наверное я их делила как-то одно время они у меня были разрослись друг на друге начали уже расти как-то весь горшок был наросли псевдобульбы на псевдобульбы ну и это бульбофилум лобби ай кажется да бульбофилум лобби ай он без такого сильного неприятного запаха иди показать ну и губа как у всех конечно бульбошей катается качается как карусель ну и ну и вот пока что вот так вот это дело выглядит но тут еще еще растут такие вот лебеди красиво красиво ну это время энциклей потому что и кардигера цвела уже почти уже цвела и гибрид мой с кардигерой и все энцикли сейчас цветут время энциклей это вот так показать когда вам вот так покажу новое растение в моей коллекции тоже у меня не очень давно и вот я первый раз вижу его цветочки они небольшие это природная энцикле вот такое вот у нее название я ее тоже пересадила она вываливалась вся с горшка ну и вот такое вот пышные такие вот цветоносы все сливается конечно но все равно все равно это здорово кстати по моей энцикле цитрине я общалась по поводу нее у нас есть группа в фейсбуке орхидеисты в Австралии и мне сказали что у меня это не цитрина поэтому ну не знаю вот я по губе фотография которую вот Сергей вставлял и рассказывал что у цитрины более изогнутая губа я ее кстати даже вот когда цветок у меня практически отцвел я сняла и посмотрела у меня была изогнутая губа но по псевдобульбам по псевдобульбам понятно что это не стопроцентная цитрина ну может быть ее очень хороший гибрид скорвинский ну не знаю но я и у людей которых я купила им тоже написала они мне сказали что это цитрина стопроцентная ну они продают только природные орхидеи поэтому я наверное и не сомневалась когда я покупала ну в общем что я вам могу сказать ну вот такой вот у меня и немножечко расстройство но с другой стороны это карвинский тоже это природная орхидея и цитрина или карвинский ну не знаю у меня гибрид наверное карвинский цитрины поэтому вот такие вот новости по поводу моей еще одной энцикли на этой стороне у меня открылась бросового нудоза которую я в том году приобретала и вот смотрю она так хорошо разрослась и вот выпускают мне еще здесь два цветоносика красивые большие цветы очень очень красивые сердечки такие да белые супер ну и пахнет да по вечерам конечно же она знаменита что она пахнет ночью королева королева ночи да продолжает моя милашка малышка малышка так еще одна денис денисаня она тоже продолжает цветение ну а это вот я вам рассказывала что я купила это природная природная аирайдес и вот как вы видите цветы конечно огромные как по мне для такого растения ну это первое цветение для этого экземпляра и два цветоносика ну такие вот интересные цветочки цвет конечно такой обыкновенный но все равно здорово ну и что пойдем с вами на задний план здесь у меня порадовал меня мой красавчик на три цветка обалденный дидери ангрекум дидери да да он не открылся таким для выставки ну и ладно свеженький у меня беленький было вот посередине цветочек это был первый открыт с этой стороны второй и вот буквально на 2 дня назад открылся этот здорово красавец там получается как вот два растения тоже или детку выпустил или был посажен с фласки может быть ну не знаю ну это красота красота красивенные три звезды тронтонио и продолжает вот открыл только вчера наверное еще один бутончик ну как я понимаю уже последний наверное он растит очень много ростиков новых красивый такой ну и цветок этот лаком он переливается здоровски и вот буквально на следующий день снимаю добавился еще один здесь малышок я его спрятала от дождя у нас зарядили опять дожди и вот первое цветение такой необычный такой необычный крапчатый цветочек вот размер вот размер показать размер как его показать они такие спрятались головки наклонили плотные такие вот цветы еще один бутончик еще один бутончик это вот такое вот название редкость я не видела его тоже произрастает в китае во вьетнаме и вот первое цветение но он висел у меня так на солнышке и расцвел смотрю начиная тут вот растущие корешки давать маленькое растение ну такой вот цветоносик выдал вот у нас теперь как курочки пасутся большие как аду прилетают и съедают то что им нравится разбрасывают и потом вот такие вот курочки у нас гуляют по травке ить-ить такой вот это гала красивые у них хохолки так немножечко открывается на головке так ну не такие большие конечно как у кокодул ну такие они милые эти птички наверное опять наболтала я ну буду заканчивать и наверное закончу моей одной из любимых орхидей которая у меня кстати на заставке стоит я когда увидела ее первый раз ее цветение она меня поразила своей красотой и вот такой вот цветонос в этом году шикарный шикарный не такие крупные цветы их много и они конечно не такие крупные но это просто красотень и кто не знает ну конечно же она напоминает котлею шилириану и это гибрид шилирианы и тигрины и общее у нее название мариба тайгер обалденная конечно же она похожа на шилириану супер вот такая вот расцветка как я сейчас вижу на экране вот так вот она реально запах у нее присутствует приятный и такой сильный я бы сказала мне кажется что если бы в помещении она находилась то ее было бы слышно конечно такая шапочка красивая ну что наверное буду заканчивать на такую яркой красивой нотке всем пышного цветения ваших орхидей пока пока а Продолжение следует...